Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем бизнес-канал, так мы это называем, на Финам. Сейчас время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев. И тема сегодняшнего эфира. Плавно мостик мы сейчас попытаемся перебросить от той информации, которую вы только слышали из уст Александра. Мы сегодня будем обсуждать, где российской экономике искать драйверы роста. То есть в поисках драйверов роста. Вот такая тема сегодняшнего эфира. Я представлю своих гостей. Сегодня в студии сухого остатка Никита Масленников, в Совете Конститута Современного Развития. Никита, день добрый. Добрый день. И в студии Алексей Мельников, экономист, член Федерального Совета Партии Яблоко. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Уважаемые слушатели, для вас информация. Вы можете к нам присоединиться. Телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Как всегда, комментируйте все, что происходит в этой студии и за ее пределами. Сегодня снегопад. Наверное, об этом стоит поговорить. Прорачиваю. Да, да, да. Максим Балов. И Москва сразу же встала. Да, да. Обычная история. И, собственно, традиционно я хотел бы попросить вас принять участие в нашем разговоре, ответив на вопрос. В чем вы видите эти самые драйверы роста для российской экономики? Ну что, давайте начнем. В качестве информационного повода вчера открылся ежегодно, уже проходящий в январе, Гайдарский форум. Выступал премьер-министр господин Медведев, выступали другие важные люди. И много интересного прозвучало уже. Собственно, подведите итоги мы будем на следующей неделе, когда он закончится, еще пару дней. Да, и в субботу. Да, да, еще пару дней он продлится. Но, в принципе, уже, наверное, можно, тем более, учитывая, что премьер-министр выступил свою позицию и позицию, собственно, позицию кабинета министров высказал, уже можно какие-то предварительные выводы сделать, наверное, в предварительные итоги. Алексей, давайте попробуем. Ну, я могу только одно сказать, что экономика, это часто очень не понимается, недооценивается, это не показатели валовые роста ВВП или какие-то еще макроэкономические показатели крупные. Это важная очень тема, но экономика – это наука о поведении людей, о поведении людей. И главный, главный ресурс экономического роста, единственный основной – это люди. Люди. И изменения их поведения приводят к увеличению выпуска продукции, к снижению цен, к дифференциации продуктов, к появлению самых разных продуктов. Поэтому, если говорить кратко, я скажу об этом форуме, он не напоминает 2021 год и объявление партии большевиков и Владимира Ивановича Ленина о начале новой экономической политики. Это уж можно сказать абсолютно точно, если вот давать крупную оценку. Все то же самое. Все те же общие слова, бессодержательность. И то, что это не вызывает какого-то огромного взрыва интереса, не вызывает энтузиазма в предпринимательском сообществе, у людей просто, у политических партий разных. Это очень важный показатель. Я понял, если говорить вкратце. А, в принципе, ожидания некой революционности в вчерашних выступлениях, они витали, как в пресловутом 2021 году? Вы знаете, мы смотрим, и люди, которые нас сейчас слушают, мы смотрим за состоянием экономики. И мы хотим, мы хотим, чтобы эти перемены наступили. Мы хотим, чтобы эти перемены были не словесные, не разговоры бесконечные о модернизации или о чем-то еще. Мы хотим объективного анализа того, что было. Мы хотим, материалы есть для этого, это можно посмотреть. Мы хотим оценки того, что плохо, мы хотим оценки того, что было сделано хорошо, почему это было сделано хорошо, какие здесь составляющие факторы успеха. Я надеюсь, мы будем говорить в этой программе об этом. И мы хотели бы, мы говорим об обществе, наверное. Я не могу говорить от всего общества, но мое понимание заключается в том, что мы хотели бы действительно серьезных перемен нашей экономической политики. И главное, мы хотели бы результата. Никита, ваша точка зрения. Ну, может, мне немножко полегче будет, потому что я там практически везде вчера провел. Но я бы так сказал, что главный результат вчерашнего дня все-таки он прозвучал уже совсем поздно вечером. Когда из-за бесконечных переносов круглых столов, из-за сдвижек во времени, и достаточно такой серьезной организационной неразберихи, особенно второй дня, когда начальник уехал, ну, естественно, так. Все немножко расслабились. Да, не то, что расслабились, а просто все графики полетели, потому что обычно, естественно, режим охраны и все такое прочее. Так вот, выходит такой известный наш экономист и правительственный деятель Андрей Клепч и так спокойно, в своей обычной расслабленной манере, произносят важные вещи. Вот этот главный итог вчерашнего дня. На самом деле мы ошиблись с прогнозом развития экономики. Это к тому, что показатели иногда тоже. Размер имеет значение, по-моему, в тот случай. Вот, хотя Алексей прав, и здесь у меня, как бы, ему оппонировать не совсем получится по поводу мотивации и поведения людей. Это действительно главное в экономике. Но, тем не менее, иногда цифры важны. И вот вчера прозвучало, что да мы ошиблись, на самом деле, ребят. У нас 1,4% ВВП роста по году не получать. Он будет меньше. Ну, скорее всего, 1,3%. Ну, всех отпустило, знаешь. Ну, 1,4%, 1,3%. Ну, минутку, если посмотреть, это, в общем-то, вот 1,1% это почти 70 миллиардов рублей. Это, значит, получается по нынешнему курсу 2 миллиарда долларов. В общем, недополучено. Ну, так. Но, говорит, главная причина-то. Вот здесь начинается вот вся самая, так сказать, самая интрига. И, по большому счету, и для оценки Гайдаровского форума, и для оценки экономической политики на весь следующий год. А главная причина чего? Почему? А потому что, говорит, у нас, может быть, мы еще не знаем, но весьма вероятно, нельзя исключить, что инвестиции будут минусовые. В лучшем случае будет ноль. Грубо говоря, главный, так сказать, везде, во всех экономиках мира, во всей экономической истории, такой вот стратегический, долговременный фактор. И его роста, развития, стабильности, устойчивости, как хотите называть этот словесный ряд, можно продолжать. Он, в общем-то, оказался выключенным. Ну, естественно, под этим углом зрения уже из этой вечерней новости все стали разматывать, а что ж там такое говорилось, а как и что. Ну, да, вспомнили. Ксению Юдаеву, когда сказал, да, у нас стагнация, ребята, чего там. Рост вот такой, инфляция 6,5, а по, опять-таки, размер имеет значение, а по январю, очевидно, там будет до 9,10%, потому что первая неделя уже 0,3%. Ну, это всегда инфляция, начали думать, посмотреть, а что там еще, так сказать, говорили. Что говорил премьер? Ну, вроде как, да, вроде как все правильно, там, ловушка средних доходов, там, все такое прочее. Все верно, но вдруг, знаете, вот такое ощущение дежавю возникло, что, собственно, это мы от всех этих поименно конкретно слышали в течение прошлого года в разных вариациях, с разными интонациями, с разной степенью беспокойности. А тут получилось так, ну, такая вот большая, вот хорошая, квалифицированная, экспертная тусовка, люди умные, уважаемые, за слова отвечают. Но какая-то вот на фоне вот этих цифр, которые привел Клепач, ну, какой-то диссонанс, знаете, вот вроде как, да, а с другой стороны, мы вот там размышляем о чем-то, например, какая-то расслабленность, вот единого. И все вспомнили еще и Германа Грефа, кстати, который просто в начале, по-моему, где-то в 10 часов с минутами, просто откровенно наехал на правительство. В поисках программы, да? Да, да я зашел на сайт, и я ничего не понял, а что в 14-м году-то делать будете, ребята? Ну, основные направления, ну, до 18-го года, ну, указы президента, все, хорошо, 5 с плюсом. Завтра, послезавтра, потом в понедельник, вторник, так сказать, 1-го, 6-го, 7-го, 10-го апреля, там, и мая, и так далее, то что делать будете? Что конкретно-то? Я же все-таки банкир практикующий, мне надо знать, как-то вписываться в ваши коридоры принятия решений, ну, и все. И вот тогда, и, собственно, и вот и итог такой, что вроде, да, все правильно, диагностика как бы напрашивается совершенно верно, и главный драйвер, он, естественно, этой инвестиции. И вот, знаешь, мне какие-то вопросы, а что делать, а как их, так сказать, вот, завести-то? Да, привлекать, да. Проблемы низкого роста экономики внутренней, потому что мы... Ну, до этого еще и президент в послании успел на этот счет отметиться. Это, видимо, эхо такое. Между Никитой и Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Владимиром Пучином есть существенная разница. Никита эксперт. Вот он может про это говорить. А это политики, практические деятели. Что значит они говорят? Они что, на научно-практической конференции выступают? Ну, она может быть, но они официальные лица, которые обязаны принимать решения. Мы ждем решений, мы ждем не слов. А говорить слова, это совсем не то, что общество ожидает от людей, которые находятся во власти. Они должны принимать решения. А что касается Герман Оскаровича, я бы очень хотел, чтобы в программе мер правительства содержались меры по росту конкуренции в банковском секторе. Чтобы Герман Оскарович Греф и его банк снизил ставки по ипотеке. Мне бы очень этого хотелось, чтобы Герман Оскарович это прочитал на этом сайте. И вспомнил свои годы работы в правительстве. Вот если говорить об инвестициях, вообще о поведении людей. И так вот все-таки тезис такой, вот мой главный драйвер экономического роста. Это люди, люди и еще раз люди. Это не какие-то отрасли и ничего-то еще. Это люди, люди. Вот смотрите, в прошлом году, вот начнем от самого маленького и дойдем до самого крупного. В прошлом году принималось решение в позапрошлом о росте страховых вносов на индивидуальных предпринимателей. Полгода шла война. Полгода мы как боевые сводки читали на сайте Федеральной новгослужбы данные о сокращении снявшихся с регистрации людей. Сотни тысяч людей было снято. Сотни тысяч людей. Дело здесь даже не в том, что там выступали, так сказать, эти люди там против. Или там Яблоко там проводило акцию какую-то. Это не имеет значения. Потребовалось огромное время, чтобы со скрипом, со ржавом, ну, во-первых, как это решение еще принималось? Кто принимал это решение? Кто за него понес ответственность? Никто. Об этом мы ничего не знаем в правительстве. Значит, полная совершенно безответственность этих людей. И вот те, кто платит налоги, между прочим, те, кто платит налоги, они ничего здесь не могут сделать с этими людьми. Они в итоге приняли решение, которое облегчает положение. Но проблема огромная. Второй пример. Это уже он касается последнего десятилетия. Это нефтегазовый сектор. Освоение шельфа. Стагнация. Ведь в период роста нефтяных цен и газовых умудрились заморозить разработку Штокмана. И компании ушли спец. А что получилось? Что разрабатывалось за эти годы? Что реально дало результат какой-то? Здесь я вот сошлюсь на слова Игоря Ивановича Сечина, главы Роснефти. Вот он стоит такой в каске, красивый, на Сахалине. И Владимиру Владимировичу Путину полгода назад рапортует по прямому мосту, что проект СРП «Сахалин-1» заплатил 8 миллиардов долларов в бюджет. Он прекрасно работает. Это вот замечательно. Ну, там у Роснефти 20 процентов было 40, но 20 они, так сказать, продали. То есть результат здесь есть. Если мы говорим о Сахалине, можно посмотреть наших специалистов. Там Зубаревич, она здесь была в этой студии, рассказала. Он специалист по региональной экономике. А в каком состоянии хорошем находится сахалинский бюджет, даже несмотря на то, что, в общем, изъятия довольно, так сказать, приличные вот этих проектов. То есть результат, результат. Вот в этом секторе, казалось бы, при высоких ценах на нефть и газ, при очень благоприятных возможностях для инвестиций, дало то, что делалось в далекие 90-е годы. Ну, там цикл очень большой. Вот та база, которая закладывалась тогда, несмотря на то, что это там было испорчено частично в начале тысячелетия, но тем не менее, тем не менее, это дало результат. И вот это вот сигнал, провал абсолютный Штокмановского проекта, огромного, огромного, где тоже как бы сидели иностранные инвесторы, они там были. И вот здесь успех. Это разница просто инвестиционных режимов. Разница инвестиционных режимов. Но мне кажется, что проблема, проблема, она, конечно, более глубокая. Она более глубокая. Она заключается в том, что вот все-таки люди, которые принимают у нас решения, люди могут быть разные, да, действительно, там, Клепыч может быть, так сказать, хороший, так сказать, специалист. Но эти люди в рамках вот той системы, в рамках той системы, в которой они работают, они просто очень ограничены, понимаете, выборы. И они совершенно безответственны, они совершенно, так сказать, независимы. И эта проблема, эта проблема очень серьезная, очень серьезная политическая проблема для того, чтобы все-таки создать благоприятный инвестиционный климат. Здесь могут быть разные инструменты. Вот, например, перед нами была программа, человек говорил о том, что продукты, которые производят фермеры, они натуральные, но потребитель этого не понимает. Вот как дать стимулы, чтобы люди это понимали? Как увеличить производство здесь? Здесь нужно регулирование, ничего здесь не поделаешь. Но с точки зрения микроэкономики, микроэкономист, наверное, сказал бы здесь следующее. Он сказал бы, да, вы знаете, вот если бы это было сделано, то на рынке конкуренция повысилась бы, но это был бы особый тип конкуренции, монополистическая конкуренция. То есть когда появляются продукты, они разные, они неидентичные и так далее. Вот инструменты могут быть самые разные. Но главная, на мой взгляд, проблема, что в силу особенностей нашей системы, нашей системы власти и, так сказать, депутаты, которые сидят, так сказать, работают, они независимы от людей, от предпринимателей. Они могут только просителями ходить, они не имеют возможности оказать на них давление и воздействие. И поэтому вот получаются такие решения, что год за годом, год за годом стагнация. Когда был рост экономический в мире, да, экономика развивалась, она росла. А вот когда он закончился, начались проблемы. Спасибо, Алексей. Давайте присоединим к нашей беседе слушателя. Вадим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вадим, политаналитик Самара. Ну, я хотел бы полностью поддержать вашего эксперта, что основной объем проблем лежит не столько в экономической, сколько в политической области. Но для реформы политической системы есть одна из святых коров, которые ни в коем случае наши руководства не собираются трогать. А именно, полная безответственность высших наших руководителей за конечный результат принимаемых решений. Вот это вот одно из мощных тормозов, так сказать, вот этих вот реформ. И я хотел бы еще сказать такую вещь, что сейчас в мире идет соревнование не столько даже влияние экономик, сколько эффективности политических систем. Потому что именно это обеспечивает и экономический драйк, и политическую привлекательность страны. Теперь об экономике. У меня вопрос к вашим экспертам. Скажите, пожалуйста, что же это за святая корова такая, иностранные инвестиции? Вот прямо-таки готовы как на икону молиться. А как же наши отечественные предприниматели? Ведь если приходит иностранный инвестор, очень часто он тащит своих иностранных субинвесторов. И дальше поехала цепочка. Вот возьмите, например, технопарки, так сказать, ну, к примеру, в том же самом Автовазе. Вот. Как же быть нашим отечественным предпринимателем? Не пора ли все-таки создать им максимально благоприятные условия для их технологического, и я бы даже сказал, в каком-то научно-практического роста. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Вадим. Никита. Ну, я бы так сказал, что, во-первых, конкуренция, конечно, политических систем, это естественно, потому что это оборотная сторона глобализации, когда нет унификации, а вот не одинаковых выражений лиц множество, и все больше и больше становится. Но все-таки действительно, когда чем-то надо измерять конкуренцию, здесь успехи или неуспехи в экономической сфере, они, конечно, сразу... Бросаются в глаза. Бросаются в глаза. И у нас, ну, совершенно очевидно, что мы долго-долго время развивались, опережая темпы даже общеэкономического роста. Ну, вот, это последние полтора-два года сначала шли ноздря в ноздрю, а сейчас уже, видимо, будем идти все оставшиеся время до конца десятилетий ниже общемирового темпа роста. Вот, опять-таки, уж пусть меня Алексей звенит, но я все время с цифрами, да, но минимальный прогноз сейчас на следующий год 3,6-х общемировые темпы, да, была общемировая ВВП. Причем, очевидно, уже в конце января он будет пересмотрен в сторону повышения. У нас же, ну, где-то два, это рабочий прогноз, это хороший такой рабочий, ну, супероптимистический два с половиной. Я думаю, что будет меньше двух, пока как идет. Но, тем не менее, вот это сразу заставляет настраиваться на тот лаз, что на самом деле, вот мы говорим, да, внутренние причины, там структурные проблемы, но структурные проблемы — это институты, а институты — это всегда не только экономика, это судопроизводство, судебная система, это правоохранительные органы, это качество работы парламентариев и, стало быть, качество законов, ими принимаемых. Это к вопросу о том, кто же вот это вот по страховым взносам для малого бизнеса. — Тоже это придумал, да? — Да, так Дума-то должна была, по идее, сидеть с лупой, рассматривать каждую запятую в этом проекте, да, и, естественно, править нещадным образом, потому что люди-то от земли вроде как, послание кинородное. Тем не менее, все это полным одобрямство, мы имеем то, что имеем. Причем эти люди ушли из экономики, и абсолютно не факт, что они у нее вернутся. А если вернутся, то уж явно не в белую. — Ну, там часть, да, просто ушла в тени. Это еще одна огромная проблема, которую они породили. — Потому что что же мы сами-то стимулируем развитие тетевой экономики, а потом начинаем банки закрывать, которые обслуживают оборот вот этих самых. Теперь по иностранным инвестициям. Да, я, честно говоря, здесь готов согласиться, потому что у нас немножко это как, знаете, вот выпирает все время в такой пропагандистской риторике. Частные инвесторы, частные инвестиции. Смысл есть, конечно, что частные инвестиции приносят с собой, как правило, должны в идее, в теории приносить высокие технологии, высший, так сказать, опыт менеджмента и так далее и тому подобное. Где-то получается, а где-то не очень. И, скажем, приходя сюда, на нашу славную территорию Российской Федерации, они попадают в те же самые условия, что и национальные инвесторы. Поэтому здесь, собственно, говоря об инвестиционном климате, мы делаем не только специально для иностранных, в первую очередь, конечно, для себя, но в равной степени страдают и те, и другие. И здесь, конечно, у нас еще все очень-очень так зыбко, неустойчиво, и хотелось бы существенно, конечно, более серьезных, так сказать, продвижений. Вот это то, что я хотел бы прокомментировать. Возвращаясь к вопросу Вадима о священной корове, который в конце он обозвал эти иностранные инвестиции, собственно, без них мы... Рост родимой экономики. Ну, конкретно. Ну, просто я прежде всего Вадиму хотел бы сказать, Вадим, у экономики есть вот, собственно, предмет. И политические решения, они имеют ключевое значение. Но вот вы обратите внимание, опять же, на опыт новой экономической политики в Советском Союзе. Когда большевистская власть после завершившейся войны, и Ленин принимал это решение о введении новой экономической политики, просто деваться, конечно, было некуда, но кто там работал и какие люди были привлечены? Наши выдающиеся экономисты несколько имен известных. Николай Адмитич Кондратьев, Леонид Наумович Юровский, Александр Сеевич Чаянов и целая плеяда людей, которые работали. Поэтому вопрос вот чисто профессиональный, экономический, он очень серьезен. Просто сменой самой системы власти и появлением вместо депутатов или вместо министров или заместителей министров, которые не ориентированы вообще на какой-то результат, появлением людей непрофессиональных, низкопрофессиональных, мы ситуацию не исправим. Вот в частности, если говорить об иностранных инвестициях, понимаете, они ведь в разной форме сюда приходят. Это не только прямые инвестиции, это покупки акций. И вопрос в том, что действительно, вот понимаете, все-таки все должно исходить, основа экономики это потребитель. Потребитель, потребитель, еще раз потребитель. Все должно быть дешевле, качественнее. Он должен иметь свободу выбора. Он должен быть в этом смысле суверенитетом. То, что вы говорите про поддержку соответственно отечественных разработок, отечественных субподрядчиков, это можно делать иначе. Это можно стараться делать через университеты, через создание лабораторий, через создание экспериментальных центров. Это все можно делать. Это должно финансироваться. Но это отдельная задача экономической политики. Вот то, с чего начал Никита, и говорит про нулевые инвестиции, про прогноз, это огромная проблема. Они должны быть вообще обезличены. Они должны давать работу людям. Они должны придать... Вот подход должен быть такой. Не надо этого... И не надо вот на этих людей, которые бесконечно 10 лет что-то там толдычат и во власти про иностранные инвестиции, думать, что это плохо. Это неплохо. Вы посмотрите на Китайскую Народную Республику. Вы посмотрите на тот огромный поток инвестиций, который туда пришел. И насколько эта экономика вот 78-го года, после культурной революции, ну тоже, кстати, очень похожая на НЭП. Деваться было некуда. Насколько там огромный, огромный в этом смысле прогресс. Должно использоваться все. Все инструменты, которые дают занятость людям, которые производят продукты, которые дают потребителю более дешевые продукты. Все. Вот это должен быть принцип экономической политики. Она может максимально в этом смысле делать гизированный и очень прагматичный. Должна быть направлена вот на это. И свежий ветер, главное, должен наступить. Невозможно вот без этого всего бесконечно слушать то, что эти люди говорят на форумах. Понятно. Я напомню, уважаемые слушатели, для вас. Мы сегодня обсуждаем вопрос, связанный с поисками экономики, драйверов для роста российской экономики в студии Никита Масленников, Советик Института современного развития, и Алексей Мельников, экономист, член Федерального совета партии «Яблоко». И у нас есть еще звонки. Давайте послушаем их. Наталья, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, Наталья, да. Добрый день. Да, я живу не в России. Я как раз работала в России много лет. И когда я поняла, что он будет разваливаться, когда пришел Чубайс, я уехала за границу. И эмигрировала только из-за этого. Ко мне приходили люди, потому что я была врачом. Они приходили из разных департаментов. Чубайс сделал дублирующие департаменты, чтобы старые учили новых, и чтобы старых выбросили. И старые приходили ко мне. Это были замечательные люди, энергетики, наши ритмы энергетические. Рассказывали, как разваливали РАУ. А я была на похоронах Непорожнего. Это наш был министр, который 20 лет создавал единую энергетическую систему России. И когда стали ее разваливать, никто не вышел на демонстрацию, никто не сказал, что вы делаете. Пытались остановить этот процесс, крупные акционеры. Естественно, что Путин об этом знал. Это кошмар, когда я все это увидела, что происходит. Я поняла, что в этой стране невозможно жить. А сейчас то же самое происходит. Средний класс. Какой средний класс? У нас никого ничего нет. Нужно платить молодые люди. Мне в Москве рассказывают, что нужно платить такие черные деньги для того, чтобы завести бизнес. И вся прибыль идет на эти черные деньги. Коррупция жуткая. И правильно сейчас говорили, что в Китае на самом деле состоятся все условия для того, чтобы средний бизнес рос. У нас этого нет. И в этом, конечно, виноваты наши руководства страны. Понятно. Наталья, вы в какой... Нет, они виноваты. Нет, я безумно люблю Россию. Я, конечно, никогда с ней не расстанусь. Я всегда буду российской гражданкой. Но я очень болею за Россию. Болею за молодежь, которая будет жить уже после меня. И надо убирать этих людей. Таких людей, как отрицательных лидеров, очень сильных, как Чубайс. И таких очень много же. Много. Которые разваливают. Развонил аналотехнологии вот эти. Он же развалил. Там уже банкрот уже. Это уже банкрот. И мне рассказывают люди, которые работают там. И мне рассказывают, что он говорит. И он продолжает работать. И все. И ничего не трогает. И таких людей много. Правительства таких людей много. Поэтому у нас так все плохо. Понятно. Спасибо. Спасибо за вашу реплию. На дабы ведь ничего нет. Нет никакой нефти. Ничего. Они живут лучше. Спасибо. 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 И будем комментировать. Да нет. Ну, такой крик души. Нет. Ну, я хочу, во-первых, сказать, Наталье, спасибо за ваше выступление. Действительно. Вот проблема, понимаете, она... Да, люди... Это ладно. Я там не буду говорить об Анатолио Борисовиче Байсе. Всем известно его, мягко говоря, сложные отношения с яблоком. Но дело совершенно не в этом. Наверное, дело не в людях, а в принимаемых решениях. Понимаете? Когда принимается решение, вместо, так сказать, конкурентных методов и защиты частной собственности, обеспечения сюда вложений, создавать вот разного рода структуры, типа там Руснана, там Сколкова и так далее, это приводит, ну, часто, довольно, так сказать, последствиям таким, ну, отрицателям. Когда просто деньги, они тратятся не очень эффективно. Понимаете, это вот первая проблема. А второй вопрос, понимаете, западные страны разные. Вот есть страны, где довольно приличная добыча нефти. В Соединенных Штатах и газа она огромная. В Канаде она огромная. В Норвегии она огромная. Поэтому вопрос здесь не в том, что какое-то, знаете, ресурсное проклятие, есть там нефть, газ и все. А вопрос в том, что, оказывается, вот опыт показывает нам в мировой экономике, что можно развиваться вполне нормально. Но вот эту действительно систему, так сказать, коррумпированную, где бизнес очень сложно начать, где огромные, так сказать, там взятки и выплаты. И, кстати, сказать, вот я добавлю то, что Наталья сказала, нам известны такие случаи и по госкомпаниям, когда сдают, так сказать, собственность, структуры, предлежащие, и люди платят деньги в виде, так сказать, отката за аренду. И существуют очень тяжело, очень плохо их бизнесы развиваются. Поэтому вот это нужно тоже, как бы, так сказать, иметь в виду. Ну, тогда, может, я тоже втянусь. Я бы вот что хотел сказать. Вот реформа электроэнергетики, знаете, такой классический показатель, что у нас вот ни одна структурная реформа не получается быть проведенной. Потому что совершенно не очевидно, что бы получилось в случае того, если бы команда Чубайса довела до конца свои замыслы. Дело в том, что ушел человек, естественно, с поста, не доведя все задуманное до конца, бросив на полпути. Ну, так сложились обстоятельства политические, что заставили бросить. А дальше, как племя Мумба-Юмба, понимаете, налетело, и начали различивать все, что еще было, что еще работало, что еще шевелилось. В итоге мы сейчас имеем, так сказать, нечто такое совершенно непонятное в энергетическом хозяйстве, которое, ну, определенное количество, так сказать, инвесторов уже простимулировало сворачивать свои программы и уходить с рынка. Некоторые вообще наиболее мудрые, дальновидные, как скажем, американские энергетические компании вообще не зашли, потому что они не поняли изначально, после того, как Чубайс был отставлен, а что будет с генерацией, а что будет с этими сетями и так далее и тому подобное. Вот. И у нас действительно очень много проблем. Вот Алексей совершенно справедливо говорил про нефть, газ, про сланцевый революс, но проспали же. Ну, проспали, хотя об этом говорили еще в начале нулевых годов, что, мол, ребята, надо как-то обрадить. Но многие до сих пор упорствуют, стоят на позиции того, что сланцевый революс, это блеф. А тем не менее, это просто конкретный пример, даже как и Штокман. Но ведь ситуация исключается в том, что у нас наш топорно-энергетический комплекс, нефтегазовый комплекс, всегда был как бы средством решения проблем, да, на отечественной экономике. Потому что в 90-е годы у нас от нефти и газа поступило порядка 200 миллиардов долларов, а за нулевые, ну, вот до 10-го года, а дальше пока оставим, больше двух триллионов. Вот и, собственно, цена благополучия, цена, так сказать, общественного согласия, цена вертикали власти и так далее и тому подобное. Вот. Но сегодня совершенно ясно, что состояние нефтегазового комплекса превратилось в структурную, острейшую структурную проблему Российской Федерации и ее экономики. Тоже, опять-таки, то мы на шельф идем, то мы не идем, то мы налоги только предоставляем тем компаниям, которые работают на шельф, а их всего две, и там еще пока непонятно, кто еще, говорю, будет допущен. Вот этих самых нефтегазов, заводов по производству жижного газа, то есть будущего мировой энергетики, раз-два и обчелся, и так далее и тому подобное. И все как-то, нефтегазохимия развивается, но развивается непонятно, кластеры, да, вроде как объявлены, но как их делать, тоже не ясно. И все, вот опять-таки, реформа провозглашена, разглашена, но к вопросу о драйверах, никакая бюджетная политика, никакая денежно-кредитная политика, естественно, рост постимулировать в наших условиях не может. Это только структурная реформа. Структурная реформа, это как халва, да, сколько ни произноси, не говори, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот надо, слаще не будет, потому что отсутствует, в принципе, элементарная политическая технология. Структурная реформа не может быть проведена вне постоянного диалога с бизнесом, ради которого ты его проводишь, и с гражданским обществом, которое тоже является, по сути дела, заказчиком вот этих всех структурных трансформаций. И вот здесь, вот у нас до сих пор в этом контуре политтехнологическом, с точки зрения экономической политики, все не сбалансировано, потому что экономическая политика, это не госрегулирование. Госрегулирование, понятно, ордонансы сдали, провалилось сверху вниз, исполняйте, не исполняйте, выясняй, почему не выполнили. Экономическая политика, это всегда диалоговый режим, это баланс интересов. Вот этого категорически не хватает сегодня нашей экономике, а без вот такого устройства переговорного, постоянного, причем это как образ жизни экономической, вот без этого, естественно, ни одна структурная реформа не пройдет. Поэтому, говоря о драйвере, мы должны отвлекаться от отраслей, хотя можно, так сказать, наговорить, а вот говорить уже о таких вот элементарных вещах, слышать и слушать друг друга и уметь вообще действовать кооперативно, в коалиции. Ну, я просто вот замечу, что первый-то и большой завод по жирному природному газу, это проект СРП Сахалин-2, огромный. И даже Путин, выступая, когда был построен, в 2009 году он отчитывался о работе правительства и сказал, что в Думе, что вот, привел как огромное достижение. Но это наследие другой экономической полиции. Естественно, 90-е годы. Как появилось, да, как появилось... СРП это как раз ареал обитания 90-е годы. Да, да, да. Значит, как появилась вот эта проблема с Асланцем? Очень хороший, кстати, сказать, пример, очень хороший вопрос. Монополия Газпрома, соответственно, особое законодательство об экспорте газа из России, дающие Газпрому все полномочия. Ну да, труба моя еще. Закрытие, как бы так сказать, шельфа и вообще общее благоприятствование этой компании методами. Как следствие, соответственно, ну, не будем там говорить, Украина там особая проблема, монополизм, рост цен, большая выручка, доходы и закостенение. Отрасль в целом пришла просто в состояние вот такое монополистическое. И если бы... И вот то, что нужно делать, то, что нужно делать, нужно допускать в эту отрасль компании частные, самые разные, помогать стимулировать создание частных компаний, небольших, которые это будут делать. И будет иначе, иначе и отношение. Должна быть конкуренция. Поэтому вот здесь вопрос как бы вот такой. И вот я все-таки то, что сказала Наталье, вот есть еще одна проблема, о которой мы говорили, о системе. Ну, ладно, Анатолий Борисович, человек сложный, можно относиться по-разному, но в принципе, вообще вот люди, которые проводили залоговые аукционы, залоговые аукционы, и создали, вообще говоря, огромную проблему вот в нашей стране. До сих пор. Я не думаю, что можно, это не вопрос каких-то преследований личных, или чего-то еще, но все-таки система политическая должна быть устроена так, чтобы, ну, не должны эти люди в будущем, в настоящем, оказывать существенное влияние на экономическую политику, возглавлять какие-то компании, и так далее, и так далее, и так далее. здесь вопрос, все-таки он должен по разным направлениям, нужно относиться, как бы, так сказать, вообще гуманно к людям. У нас страна очень ожесточенная и жестокая, но вопрос просто в том, это не о персонале, это в принципе подход, что вот система должна работать таким образом, что она, ну, не важно, человек, так сказать, в прошлом, может, у нее какие-то заслуги были, она должна работать таким образом, что она должна под задачу все-таки выбирать людей активных, молодых там, или немолодых, ну, не важно, ну, которые, так сказать, будут решать те задачи, которые сейчас стоят. Они задачи, прошлого дня, вот это вот так, остенение коррумпированной вот этой системы, это, конечно, огромная проблема. Уважаемые гости, Давайте еще раз послушаем звонок У нас есть Илья, спасибо за ожидание День добрый, вы в эфире, говорите пожалуйста Здравствуйте Вы знаете, я как бы хотел вернуться Наверное, к началу передачи Когда все-таки вы расставили проблему Потому что сейчас, на мой взгляд, разговор уже ушел на частности Конкретные имена компании А на мой взгляд, вы сказали очень правильную вещь Но не застрели на этом, как бы, внимание слушателей Это то, что экономика страны Я не экономист, к сожалению, по образованию По работе, по специальности Но даже я понимаю, что экономика Страны, это не все Существует факторов То есть, правильно сказать, что нельзя поднимать экономику страны Ни формируемых Ни формируемых Алло, алло, Илья Пропал На связи? Алло, Илья К сожалению, да, связь прервалась Да, собственно, вопрос был по существу Да вы только что об этом и говорили На персонале-то мы так особо и не переходили Все-таки речь идет Осталось немножко времени И, уважаемые гости, я давайте еще раз представлю вас Потому что мы, видите, без паузы сегодня работаем Никита Масленников, Совет Конститута Современного Развития Алексей Мельников, экономист, член Федерального Совета Партии Яблоко Сегодня в студии сухого остатка И, собственно, обсуждаем мы, где же экономики российской Искать драйверы роста Начали мы с обсуждения, да, начавшегося Гайдарского форума Итоги будем подводить уже на следующей неделе Алексей, да, пожалуйста Я хотел еще два слова заметить Очень важных для понимания Рост, рост сам по себе Это вообще задача Она не может так ставиться Потому что, ну вот Явлинскому предлежит фраза Это знаменитый рост без развития Но дело даже не в том Дело не просто в росте количественных показателей Если, например Вот я приведу простой пример Вот дом стоит Рядом строится дорога С точки зрения Вот экономической, если посчитать Ну как, это рост инвестиционной активности Там, инвестиции, занятость Ясно, да Но, как бы для людей Которые в этом доме живут Рядом с домом Это вообще ухудшение качества жизни Проблемы, да Да, поэтому вопрос Вопрос здесь все-таки о другом Здесь вот сами по себе Макроэкономические показатели Они тоже не должны вводить в заблуждение Это важная задача, да Это количественная задача Экономика это количественная наука во многом Но не менее важная вещь И это качество И вот один из лауреатов Один из лауреатов Нобелевской премии по экономике Фридрих Август фун Хайк Он не был никаким количественным экономистом Несмотря на многих других Вот выдающихся экономистов Которые эту премию получили То есть этот человек рассуждал Всю свою жизнь О качественных вещах Поэтому вот это очень существенно Как измерить рост, например, образованности наших людей Как увеличить Да, поэтому Ну нет, это не совсем Вот если там почитать его экономические работы Там ценные производства Нет, он был очень хорошим экономистом На мой взгляд, прекрасным Вот, но, так сказать Экономика это не только гоняние икса Как мы говорили в университете Вот, кнутом Значит, поэтому вопрос здесь заключается в другом Вопрос заключается в том И в качественных составляющих экономики Например, в уровне образования В уровне качества медицины Понимаете, поэтому вот Это еще те проблемы И те задачи Которые, как мне кажется Как мне кажется Те люди, которые находятся во власти Это же просто другая проблема Она относится вообще к экономическому образованию И так далее И так далее К пониманию К улучшению своего Понимания того, что происходит Это вот важная проблема Которую нельзя упускать Когда мы говорим о росте Кстати Илья Естественно Рано еще подводить итоги форума Но, тем не менее Вот Тоже мне сейчас вот Алексей навел на мысль Знаете, вот Ведь вчера об этом Как раз много было разговоров О постоянном Непрерывном образовании взрослых О том, что Смысл вот нашего развития На долгие годы Это профессиональное И человеческое развитие Это вот Надо мотивировать Компании К подготовке Персоналов Ну, куча всяких разных задач И, кстати, практически единственные Кто эту Как бы вот Этот срез вот этих проблем Вот качественного роста Обозначил Был премьер-министр Медведев Все остальные Как-то вот Больше, так сказать Вот О цифрах все же Ну, о цифрах Они очень важны Да Здесь вот было что-то такое Все-таки уже Нечто такое, знаете Человеческое Прозвучало Но ведь Опять-таки Вот ощущение Такого диссонанса Что, понимаете Вот Мы обновляем Все время повестку Вот Раньше было представление Надо 6 Там 6 процентов Роста И будут выполнены Все указы президента Теперь говорят Да, ну, конечно Может быть и поменьше Деваться некуда Но зато мы будем Это, это, это Мы будем вот смотреть О том, как качественно Развивается Все это Совершенно Справедливо Потому что в стране Накопилось огромное Количество Социальных Дисбалансов Надо опять Перезапускать Пенсионную Реформу Потому что Вчера По крайней мере Два министра Высказали За необходимость Повышения пенсионного Возраста Правда С оговорками Но тем не менее Дискуссия Когда все уже Принято Уже законы Работать должны Мы опять Дискутируем Вот, знаете Все время Удвоение Утроение Повестки Идет Вот Я, по-моему У нас С точки зрения Как бы Управленческих Механизмов В сфере Как бы Той же самой Экономической И социальной Политики Очень важно Совместить их В какую-то Ну, по крайней мере На первых порах Не вполне Противоречивую схему Потому что Понимаем Что противоречия Всегда будут Без них невозможно Но хотя бы На ближайший год-два Создать вот эту вот Сетку Целей И задач Естественно С упором На качественную сторону Экономического роста Потому что Может быть На самом деле Я ведь вот говорю Что там Мы на 2,5% Обречены Там в течение Долгого времени И это вроде как плохо А почему плохо-то? Ведь проблема же не в том Что Допустим Вот какие проценты А проблема К чему-то в другом совершенно Насколько они социализируются Только насколько Грубо говоря В данной конкретной стране По имени Российской Федерации Вот эти конкретные проценты Один Там полтора Присваиваются Ее населением Рано или поздно Через кучу Так сказать Механизмов Передаточных Тем не менее Вот эти вот Миллиарды Они должны работать На человека Поэтому По большому счету Мне кажется Что мы как бы Вступаем в такой Очень тяжелый Длительный И непростой С точки зрения Как бы Напряжения мозговых Извилин Процесс Когда на самом деле Мы должны говорить Не просто о темпах Роста ВВП Это да Это важно Но это уже инструмент А вот Задачи по развитию Человеческого капитала Уж извините за такой Такой профессиональный Вульгаризм Установить надо В первую очередь Огромное спасибо Никита Масленников Алексей Мельников Были сегодня В студии Сухого остатка Мы говорили О драйверах Роста Для российской экономики Спасибо уважаемые гости Спасибо за внимание Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok